Навыки самоуправления. Дина сказала, что здесь в основном студенты или школьники старших классов, и данная тема не нацелена, то есть здесь нет такого, что целевая аудитория, только школьники или только студенты. Она очень такая обобщенная, она подходит всем. То есть если у вас есть проблемы с планированием, с анализом своих планов, с постановкой целей, эта тема вам подойдет. Так как это American Corner организатор, я думала, что вот эта вот прям фраза будет очень даже в тему. Failing to plan is planning to fail. Быть неуспешным в планировании значит запланировать провал. То есть, например, если вы просто, у вас спрашивают, зачем ты идешь, например, ну вот вы идете по дороге и вас спрашивают, зачем ты идешь? Он говорит, я не знаю, зачем я иду, мне просто надо часа. То же самое, зачем ты читаешь эту книгу? Я не знаю, мне просто нужно ее прочитать. То есть вот это то же самое, то есть вы планируете заранее свой провал. Так, как можно убрать звук этих входов? Или его никак не убрать, да? А, вот он. Так, и прежде чем вот мы поняли, да, почему мы все-таки у нас есть этот провал, нужно провести анализ. Вот поднимите руки или поставьте плюсики, кто этот анализ проводил. Вот посмотрим как раз сейчас. Есть работающие даже, вот сказали. Хорошо, поднимите руки или поставьте плюсики те, кто, ну правда, планирует и все время план проваливается. То есть вот вы планируете с понедельника новую, но он у вас проваливается. Или там вы думаете, что вы больше не будете после шести куфли, но у вас он не получается. Вот есть такое. Спасибо. Хорошо, тогда эта тема точно вам подойдет. Прежде чем вот понять, почему у вас эти проблемы, нужно сначала проанализировать, что вы делаете не так. Вот есть два инструмента анализа. Есть диаграмма фишбол и есть техника опять почему. Диаграмма фишбол, здесь вот правда немножко не в тему, я просто взяла это как картинку, да, это тут пример не выполняется план продаж. Но, например, у вас проблема, это вот не получается планировать, да. Диаграмма фишбол это означает, то есть рыбная кость или рыбная кость, вы получается делите свою проблему на шесть категорий. Например, вот не получается планировать, да, правильно. На какие шесть категорий можно поделить? Это вот окружение, да, люди. Это окружающая среда, да, то есть город, там, страна, например, да. Это может быть тоже время, это также может быть, например, бюджет или ваши финансы или вот какие-то вот финансовые условия, скажем, да. Пятое, это может быть, например, обстоятельства, да, пандемия там или обстоятельства, то, что там какие-то природные обстоятельства происходят, да. Ну и последнее, хоть что, да, то есть Какая-нибудь причина еще, которая может быть затыком, но, кстати, сюда не надо относить лень или не нужно относить сюда неподходящая профессия, это больше другую категорию относится. Вот здесь не получается планировать, нужно на 6 категорий поделить, и получается, вы расписываете люди, то есть у меня там, например, нет среди окружений людей, которые умеют хорошо планировать. Или у меня очень мало друзей, или я из-за пандемии вообще ни с кем не вижусь, или там онлайн ни с кем не спущусь. То есть я первый раз только на American Corner впервые пришел, то есть мало взаимодействий. Среда или город, то есть очень город отдаленный может быть, или в моем городе плохой интернет, или в селе, если может быть. То есть ищите причину, время. Каждый раз, когда я собираюсь планировать, вечно что-то происходит, то есть неподходящее время я собираюсь планировать, или я слишком в час ночи собираюсь планировать, когда у меня концентрация плохая, или я рано утром, когда я спать хочу, потому что я не выспался. И таким образом вы ищите проблему. Без поиска проблемы вы не сможете понять, где здесь у вас какая-то ошибка происходит или еще что-то. Здесь понятно? Так, сейчас чат открою. Понятно, да? Диаграмма понятна. Хорошо. Вторая техника называется «Почему?». Возможно, слышали ее в интернете, она очень популярна. Это вот основа научного подхода компании Toyota. То есть они в том, чтобы вот обнаружить проблему, пять раз задают вопрос «Почему?». То есть если пять раз получить ответ на вопрос «Почему?», то причины проблемы и ее метод решения станут очевидны. И на пять «Почему?» всегда есть одно «Как». То есть вот пять «П» равно «Одна К». Например, сейчас я вот приведу вам пример. Например, вот расписывайте себе. Вот прям можете у себя вот в своем блокноте. Я вам просто пример приведу. Я не умею планировать. Да? Проблема. И почему? Например, вот я взяла там какого-нибудь среднестатистического или среднестатистическую жадру, да? Какая-то девочка из жадра, которая вот не умеет планировать. Потому что никак не могу выделить этому время, да? Вот вроде такая причина, но причина. Хорошо. Дальше. Почему я не могу никак выделить этому время? Дальше спрашивайте. Почему? Потому что всегда откладываю. Теперь, почему я всегда откладываю? Потому что другие дела кажутся более важными. Почему другие дела кажутся более важными, чем планирование этих же дел? Потому что у меня очень много дел и ответственности. А почему у меня очень много дел и ответственности? Почему мне не хватает вот на самое главное, на планирование? Потому что мне кажется, что никто, кроме меня, как это хорошо не сделает. Теперь понимаете, в чем проблема этой потенциальной жадры? Она не умеет планировать, потому что она просто взяла на себя слишком много ответственности, которые вообще не ее, скажем так, набрала на себя слишком много должна, и из-за этого страдает ее самое главное, то есть умение планировать, откладывание вот это постоянное. То есть здесь даже вопрос не в лене, возможно, я не умею понять, почему, я ленюсь, а почему я ленюсь? Потому что не могу выделить этому время, и вот постоянно все равно приходит к истинной причине. Вот честно, можете мне даже не делиться об этом, честно для себя просто в блокноте напишите пять почему, но эти каждые почему, они должны исходить от предыдущего, не от главного, то есть не все время почему я не умею планировать, да, и вот пять ответов, а вот из каждого почему должно выйти другое, потому что. Так, здесь понятно? Да, Сабина, спасибо большое, вы прям такой активный участник. Так, на вас прям опираюсь хорошо. Далее идем. Перед планом, как вы знаете, всегда есть цель. И всегда есть два вопроса к этим целям, то есть как достигать эти цели и как правильно ставить эти цели. Возможно, вы сейчас спросите, нет, надо сначала же понять, что ставить, да, то есть сначала что, какая цель, а потом как ее достичь. Но нет, здесь я вот вам такое готова с вами поспорить, да, скажем так. Так, прежде чем понять, что вы будете достигать, надо сначала понять, как вы это будете делать. Это всегда так работает. Чтобы было какое-то что, надо понять как. И на самом деле, ну, к 18, 19, 20 годам человек должен уметь делать вот это как. Для чего он тогда 11 лет учился в школе? Чтобы понимать, как это делать как. Ему не нужна в жизни эта таблица Менделеева, если он не станет химиком. Просто он нарабатывает навыки обучения этой химии. То есть у него вот это вот как, она вырисовывается за счет этой школьной базы, этого фундамента. Но вот самая главная его цель, она просыпается только тогда, когда вот в 9, 10, 11 классе встает вопрос профориентации. То есть теперь, кем я хочу стать? Навыки-то есть. Вот я знаю теперь, как обучаться, я знаю, как вот, например, делать резьбу на дереве, да? То есть такие элементарные вещи, которые в школе можно научиться делать. Но теперь, а что тогда моя главная цель? Понимаете? Всегда вот, а люди ошибаются, думают сначала нужно научиться, вот как правильно это делать. Ой, точнее, какую цель мне ставить, а потом только как достигать. И вот, сначала учимся это достигать, да? Идем дальше. Итак, как достигать цели? Это очень банально, но я буду говорить очень банальные, но старые вещи. Чтобы научиться, как достигать цели, нужно сначала стать целеустремленным. Да, вот вроде бы, да, чтобы достигать цели, нужно стать целеустремленным, это понятно. Но на самом деле все мы с вами целеустремленными уже родились, когда мы родились. Кем мы сначала были, да? Вот сейчас смешно будет многим, наверное, да? Сначала мы были вот с приматозоидом, правда. Мы были целеустремленными, и правда, у нас появились, мы появились в эмбрионах. Потом мы родились, потом мы начали, например, плакать, когда мы хотели кушать. А потом мы захотели, вот смотрим, вот вокруг все ходят, двигаются, и вам захотелось ходить. У вас появилась цель, мне нужно научиться ходить. И это, конечно, не происходит осознанно, это все бессознательно, потому что вот физиология такая. Затем вот вы учитесь говорить, потому что вот, правда, вы понимаете, что кроме плача и крита, нужно научиться вот доносить свою мысль взрослому человеку, когда вы что-то правда хотите. То есть вы начинаете просить о чем-то. Потом вот, правда, вы достигаете цели, когда вот вы игрушки играете, когда вы там кубики куда-то вставляете. Вот здесь вот целистремленность вырабатывается. Далее, что происходит? Вот прямо у вас спрошу, можете, если хотите, звуки выключить. Можете, правда, звуки включить и ответить на этот вопрос. Кому в детстве говорили, что вы, ой, бай, ты такой непослушный, ты такой капризный, ты такой эгоист. Вот прямо уже все звуки выключите и сказать, можете здесь плюсы поставить в чате, я все вижу. Но лично мне говорили. Такая-то упрямая, там еще что-то, да. То есть постоянно нужно, вот понимаете, целистремленность с детства просто вот так вышибается. То есть вырубается, можно сказать, на корню. То есть вы природой, вам заложено, что вы хотите быть целистремленными, вам нужно учиться. Но что происходит? Нет, это не ешь, вот это ешь, там, это не одевай, вот это одевай. Ну вот кому-то до сих пор так говорят, да. То есть, понимаете, вот таким образом вот этот вот навык целеустремленности, он, кто-то детям своим говорит. Нет, конечно, есть момент заботы, да, когда там горячее, да, не трогать. Но есть моменты, когда правда это слишком гипер ставится, таким образом у ребенка вот этого его природная целеустремленность, она вырубается. И вот теперь, когда у нас этот навык нарушен, я не знаю, в каком возрасте он у вас нарушен, у меня он был нарушен, ну, в возрасте, наверное, 7 лет. Когда я прыгала, бегала там, и мне говорили, тишоттер, там, не знаю, гости пришли, или иди в ту комнату, шоколадки нельзя. То есть вот примерно 7-8 лет, понимаете, то есть 7-8 лет вот эта целеустремленность, она вот падала. И причем в очень ненужном месте она падала, то есть, да, хотелось бы вроде таких многих интересных вещей, а вот, ну, вот уже как-то боишься, думаешь, блин, а вдруг нельзя. А теперь вот, правда, вот нам сейчас по 16, кому-то по 20, кому-то там по 30 лет, да, тут работающие из детьми. Теперь как это сделать, как стать целеустремленным? Вот, самое первое, это поставить самую такую легкую, достижимую цель. Например, это может быть, ну, почему я написала занятие спортом, учиться, создавать навыки, потому что это все наши ресурсы. То есть наше тело – это наш ресурс. Без силы и без вот этого вот ресурсного состояния мы не сможем что-то хотеть планировать, что-то делать, до конца добивать. Это не получится просто потому, что вы выдохлись. Хотя многие называют это линией, но нет. Вот, ну, честно, у нас в Казахстане я не видела ни одного человека, который страдает от своей лени. У нас нет ленивых людей, у нас просто уставшие. И вот, например, занятие спортом. Вот сейчас я вот выключу стоп. Вот сейчас меня видно, да? Вот, не знаю, видно мои руки, не видно. В общем, у меня вообще руки очень нежные, по идее. Но из-за того, что я каждый день, вот уже с 23 октября, вишу на турнике по 3 минуты. Потому что у меня были потрущи, у меня был сколиоз на позвоночнике, из-за этого мне выпрямляли его, и каждый день мне нужно висеть. Это очень адски больно, когда вы никогда не висели на турнике. И вот из-за того, что я каждый день там вишу, у меня вот такие вот уже мозоли появились. С одной стороны, конечно, вот, ну, как-то обильно то, что руки уже не такие нежные. Но с другой стороны, да, 3 минуты, 3 минуты всего, да, в день, казалось бы. Но это выдержать тяжело. Это, знаете, длится в голове где-то, наверное, по 15 минут, по 20 минут, кажется. Потому что очень много сил уходит. Но когда вы ставите такую маленькую достижимую цель, вот, 3 минуты на планке постоять, 3 минуты повисеть на турнике, 3 минуты попрыгать на скакалке. То есть это не так уже масштабно, огромно. И вы этот навык, эту мышцу целеустремленности будете себе накачивать. Так, здесь, думаю, уже как-то понятнее. Сейчас. Ой, я не сделала шею. Идем дальше. Как достигать цели, понятно, думаю. А, и вот, каждый день в течение 30 дней по 5 минут уделять своим целям. То есть занятие спортом, например, у меня это висит на турнике. И прыгать, учиться, это у меня. Я вот не ставлю себе временные ограничения на чтение книги. У меня вот такая книжка есть, она по моей психологии. И я не ставлю себе по времени ограничения, я не ставлю себе просто по странице. То есть я каждый день читаю одну страницу и оттуда выделяю свои, ну, делаю анализ этой страницы и сразу примеряю ее на свою жизнь. То есть в моей жизни как это? То есть, ну, то есть, есть ли здесь какие-то проблемные моменты? Я, правда, себя изучаю. То есть здесь вот в учебе как-то я больше уделяю не времени, а вот какому-то такому контенту, который я высасываю из этой книги. И вот то, что касается создавать навыки, сюда вообще любые навыки можно вставить. Например, научиться готовить пиццу, да. Ну, например, я пиццу вообще никогда не умела делать, но после того, как я ее три раза сделала, у меня выработался навык, как быстро приготовить пиццу, когда ты приходишь с работы голодный, но у тебя все ингредиенты есть, и ты просто быстро на скорую руку. Мой последний рекорд был, я делала пиццу за 17 минут. То есть там тесто, быстро там, как его, соус, все нарезать, все приготовить. Ну, то есть, ну, на приготовку 17 минут, а остальное уже там в печи, там духовка, она там где-то еще полчаса. То есть где-то за 47 минут у меня пицца уже будет готова. То есть вот такое жизненно, не скажем так, жизненно важно, но очень полезный, очень такой лайфхакный, и чтобы сэкономило вам время, и чтобы вот как-то вы это уже без стресса на автомате могли делать. То есть такой навык. Или навык, например, сортировки мусора. Я, правда, не знаю, кто с какого города. Например, здесь сейчас есть время на высоткомане, нахожусь во время отпуска, да. Здесь нет, например, сортирующих мусоров. А в Астане он есть, и там как-то я навык сортировки мусора я вырабатываю. То есть вот на спорт у меня три минуты уходит, научиться там у меня где-то полчаса, и на навыки там уже зависит от того, что я делаю. То есть не ставьте себе такие сильные рамки, просто ставьте, что их, ну, по чуть-чуть. Да, например, там на этой неделе вот этот навык, там на второй неделе другой навык. Здесь все понятно? Как достигать? Да, понятно. Да, хорошо, и дальше идем. Теперь вот как ставить цели. Да, вот мы теперь поняли, мы наработали мышцу полчаса, полмесяца, точнее, 30 дней мы это поделали. А теперь нужно вот примерно подумать, как вообще ставить цели. Вообще, что такое цель? Да, вот здесь я немножко смешаю, наверное, цель со словом миссия. То есть цель должна быть одна, и она должна быть такая большая. Вот как у Стива Джобса была цель, чтобы у каждой семьи был компьютер, да, или там, чтобы многие пользовались именно айфоном, да, вот, ну, как бы он достиг этой цели, так как вот на своем уровне смог. И, то есть он шел просто к этой цели, и, правда, остальные цели, они уже были такие параллельные, направляющие к этой цели большой. И вот это вот, к этой большой цели ведут ежедневные задачи и дела, но цель всегда должна быть одна. То есть у вас не должна быть цель поступить в университет. Это не главная цель. Главная цель – это вот, например, стать востребованным психологом. Вот даже не хорошим психологом, а, правда, востребованным. Ну, например, вы станете хорошим психологом, а, допустим, вы выбрали то направление, которое в Казахстане вообще не востребовано. А что тогда вы из работы останетесь? То есть вот, понимаете, нужно вот, правда, такую большую, какую-то очень конкретную цель ставить. И когда вы поставили эту большую цель, например, там у вас есть цель стать востребованным дизайнером, да, или, я не знаю, какие здесь у нас профессии есть. Ну, может, тогда там хорошим таким профессиональным айтишником, которого будут звать там в разные национальные компании, может, международные компании. Да, вот, то есть нет, не должно быть цели там заработать много денег, да, а вот стать именно таким человеком, у которого вот, ну, не знаю, стать счастливым человеком, у которого богатство будет как само собой разумеющееся. Вот здесь вот этот момент очень тонкий. Но и, в принципе, можно ставить цель как богатство, но тогда это богатство должно быть таким, в который вот не только там, чтобы свое какое-то эго потешить, а вот, правда, закрыть какие-то потребности, да, потребности своей, семьи, там, чтобы какой-то достаток был. То есть вот, правда, вот независимость может быть как цель, ну, именно финансовая независимость. Итак, здесь вот четыре главных таких пункта о том, как ставить эту цель. Вот, например, вы поставили цель стать востребованным дизайнером, да, или, там, косметологом, или, ну, айтишником, скажем, да. И вот какой у вас опыт с этой целью. Вот, например, если вы айтишником, вы хотите быть востребованным, но вы еще школьник, а вы ходили на курсы программирования, или, там, как это, coding school, говорят. Там, если дизайнерство, то, может, вы там какие-то, не знаю, на какие-то курсы, может, ходили, а может, на какие-то презентации ходили, может, на олимпиады участвовали. То есть что-то должно быть, что вот уже вы что-то пробовали в этой сфере. Это вот первый пункт. Например, то же самое я вот, если говорю, что моя цель была стать востребованным психологом. То есть мой опыт был с этим тогда, когда я в школе работала с подростками, хотя я была студенткой, да, то есть вот у меня был такой небольшой, но опыт был. Так, второй пункт – это вот есть ли кто-то, кто уже достигал эту цель. Вот прямо оглянитесь вокруг, можете там достать всю базу Википедии, можете просто, ну, почитать книги, точнее, посмотреть вот авторов книг вот в этой отрасли. Например, если вот брать мою ту же самую психологию, я точно знаю, еще живой есть Ирвин Ялом, еще живой есть Альфред Ленгли, вот я их читаю, да, вот, и они достигли эту цель. Есть из умерших – это Виктор Франкл, то есть их много, этих психологов, я прям, ну, смотрела, прям читала их биографию, смотрела, как они достигали эту цель, и там то же самое Виктор Франкл, он только, ну, к 50 годам пришел к этой цели, потому что он, ну, очень долго сидел в концлагере. Да, то есть это были еще военные годы, он там, у него была депрессия жуткая, потому что он потерял всю свою семью. Ну, то есть даже при таких, ну, исходных данных, он к 50 годам стал очень востребованным психотерапевтом Европы. Так что его потом приглашали по всему миру. Ну, конечно, у меня нет, вот понимаете, у меня нет цели, чтобы меня приглашали по всему миру. У меня просто есть цель именно стать таким востребованным психологом, чтобы я могла ответить потребностям населения, в котором я нахожусь. То есть пока что вот Казахстан. Правда, если вот у людей есть запросы, с которыми они ко мне приходят, я могу ответить на эти запросы, то да, считайте, я уже цели добилась. И у меня цель, опять же, заработать на этой психологии. Это вот как само собой разумеющийся для меня. Ну, то есть, ну, иначе как я могу покрыть свою ту же самую учебу дорогую, да? Так, вот когда вы посмотрели, кто достигал, да, исследовали этот момент. Третье, посмотрите, как они это сделали. И вот прям модели, да, вот там кто-то долго учился ради этого, а кто-то просто там с кем-то познакомился, возможно, и это знакомство, ну, прям поменяло на 180 градусов его жизни. Да, и вот какая модель вам больше всего подходит? И что вот из ваших исходных данных вам больше всего осуществимо? Можете ли вы, например, там, у нас вот нетворкинг, да, называется? Это вот в Казахстане Баке-Саке, но за рубежом называется нетворкинг, да? Когда вот просто через одно рукопожатие вы можете с кем-то познакомиться, и о вас узнают, или там могут кого-то пригласить, и, ну, вы уже там, ну, где-то узнаваем будете. Или просто там, если что, будут вас, о вас иметь в виду, и пригласят вас на работу, или на какой-то проект совместно, да, поработать. То есть вот это вот очень важно, да, может, не нетворкинг и не, там, много учебы, а может, просто там через HeadHunter подать, например, заявку, да, то есть кто-то вот так, и, может, это вам больше подходит. Так, это третий пункт, четвертый. И составить свой план и идти к этой цели. То есть план, опять же, не должен быть жестким, он не должен вас как-то сковывать. Ну, там, временные рамки тоже сильно ставить не стоит. Так, это вот... Так, и составить свой план и идти к цели. Здесь все понятно, надеюсь. Так. Если не понятно, вы прям пишите в чат, или можете звук включить и сказать. Так, после того, как вы поставили примерно цель, да, определили свою миссию, мы должны вот перейти к планированию, да, самая главная тема, к которой мы пришли, но мы пришли к мне только через полчаса. Ну, ничего страшного. Так, итак, четыре закона планирования, да. Вот самое главное – это вспомнить свою цель. Какая у тебя главная была цель? Кем ты хочешь стать? Или ты вообще, кто и каких бы ты данных хотел бы достигнуть? Так. Я могу ответить на это в конце. Сабина, спасибо за вопрос. Да, а то немножко сейчас будет не в тему. Так, вспомнить нужно свою цель. Далее. Сделать три действия, приближающие тебя к цели. Вот этот момент, смотрите, очень-очень классный. То есть, вот мне нравится, многие пропагандируют там, раннее пробуждение, там, проснуться с рассветом, бла-бла, да, вот как-то. Но не говорят сути, да. Вот это раннее пробуждение или с рассветом, без разницы, или в 7 утра, или в 9 утра, когда вам удобно, да. Например, мне удобно иногда в 8 проснуться, а иногда в 10 проснуться удобно. Ну, зависит от того, что у меня там на этот день запланировано. И вот иногда я, бывает, просыпаюсь в 8 утра. И, ну, в смысле, иногда, вот каждый раз, когда я просыпаюсь, без разницы, 8 или 10, я задаю себе вопрос. Так, Жадра, у тебя главная цель стать хорошим, таким востребованным психологом, который будет отвечать потребностям людей. Что ты, какие три действия ты можешь сегодня сделать, приближающие тебя к этой цели? Вот прям, правда, возможно, это немножко смешно выглядит со стороны, но я задаю себе эти вопросы с утра. Вот прям пока я вот даже еще в туалет не иду, просто лежу, смотрю в потолок и задаю себе этот вопрос. Задаю себе этот вопрос и такая, думаю, так, сегодня у меня такое, ну, такое немножко хантрическое настроение, потому что сегодня так пасма, на дождик идет. Ну, например, я сегодня могу страничку прочитать, книги, могу сегодня посмотреть видео выступления Альфреда Лэнгли и еще, например, могу сделать домашнее задание. Там одно задание, которое нужно сделать, одно сделаю. Вот и все. А если, например, у меня хорошее настроение и энергия бьет через край, я скажу так, сегодня я могу, в принципе, даже написать пост в Инстаграме. Кстати, на этот пост у меня очень много сил уходит, но в конце скажу, что это очень полезно. Вот там, например, еще могу сделать протоколы, там, встречи с клиентами, да, то есть вот уже более такие сложные для меня задачи ставлю. То есть три действия, это я делаю утром. Третье, это вот контроль, да, анализ и мониторинг, я его делаю каждый день вечером. То есть я эти три действия поставила, запланировала его, но я не делаю это в голове, правда, я пишу это потом на бумаге или там на компьютере. Потом я это анализирую. То есть я хотела утром это так сделать, а сегодня по факту как получилось. И вот смотрю. И правда, ну, там уже выходит, например, если я, например, писала сегодня пост, там, делала анализ, еще что-то, я смотрю, из этого, ну, применяю туда принцип Парета. Возможно, слышали про этот принцип. Называется 20%, то есть из этого, из всех вещей, которые, три действия, которые я делала, смотрю, что из этого занимало всего 20% моего времени, но принесло 80% пользы. Вот этот вот принцип Парета применяю. И я смотрю, вот я написала пост, и он занял у меня всего там 20, может, 15 минут максимум, может, 10 минут, зависит от того, ну, какое это мне вдохновение. И за счет этого поста, конверсия поста, да, то есть ко мне пришли два клиента сразу. То есть они мне написали, сказали, можно я запишу к вам на консультацию или на психотерапию. Там я из такого-то города, хорошо, там онлайн и онлайн, то есть уже там, ну, такая работа пошла. Ну, то есть это вот, правда, 20% всего усилия моих, они принесли 80% пользы, потому что, ну, у меня пришли два долгосрочных клиента. Ну, то есть это такое, денежная польза даже пришла. И в то же время, это, ну, мой профессиональный рост, то, что у людей появился спрос, я на этот спрос отвечаю. Понимаете, вот этот контроль, он очень важен, чтобы вы не растрачивались своей силой на то, что не приносит пользы. И потом можете делать, например, я не делаю еженедельный, я делаю ежемесячный анализ, я смотрю, примерно, какие дела, ну, занимают так много времени, ну, нифига пользы не приносят. Я их просто вот убираю. Например, там, а, ну вот я свой Инстаграм, например, не веду уже, у меня есть SM-менеджер. Вот, правда, это занимало очень много моего времени. Я просто делегировала. Это не поносило мне никакой пользы, никакого удовольствия. Я просто наняла, и вот даю зарплату, и, правда, мне так легче. И последнее, эта система планированная должна быть гибкой. Вот это самое главное. Мы, казахи, казахстанцы, мы не любим жестких рамок. Мы не любим вот этого вот, как в школе, да, там по расписанию 45 и 5 минут, расписать это, как его, перемена. Нет, это не работает. Вы проанализируйте себя. Сколько вам нужно минут, чтобы вот поработать? А сколько минут, чтобы отдохнуть? Может, вам нужно полчаса работать и полтора часа отдыхать? Правда. Ну, вот как вот исследуйте себя и вот смотрите, когда вам легче работать. Например, мне легче работать утром и легче работать после обеда. В обед я вообще не работаю, потому что либо я в это время хорошо покушаю, или там что-нибудь посмотрю, или посплю. Вот, правда, у меня тут немножко такое расписание. Я либо очень рано утром работаю, либо поздно вечером. Вот. И это не обязательно, чтобы у вас так же было. У вас может быть наоборот. Вам обед, например, работает, а к вечеру вы уже там мозги в каше, да? А может, нет. И следующий принцип, я его немножко отдельно написала, по идее он должен быть здесь, называется «Распишите свои дела». Вот почему, например, я утром просыпаюсь, и я не держу это в голове. Я сразу, вот у меня под рукой, всегда возле моей подушки, я пишу, сегодня я вот это, вот это, вот это сделаю. Но это вот, ладно, я делаю это каждый день, да? А так как вы сейчас учитесь делать это потом, в дальнейшем, и применять это в своей жизни, я вам предлагаю сейчас прям, не знаю, давайте вот 38 минут, две минуты вам даю, прям вот возьмите ручку-буманку и напишите все свои мысли, все свои желания, все свои дела, которые вам надо сделать, вот прям все распишите. Вот, например, примерно как это выглядит. Так, Шейнг еще есть, да? Нет, не здесь, вот. Так, вот. Примерно вот мои дела, да? Я его так вот на своем компьютере, прям вот это называется notes, как-то записочки такие, я вот здесь вот пишу прям все, все, что мне нужно делать. Мне нужно поддерживать исправленную пазлоноси, мне нужно лежать на мече, прыгать три минуты, следить за диетой, утром белки, обед супы, да, вот купить сапоги на зиму, сделать домашнее здание по фенментеру, купить мультиварку, обновить гардероб, запустить свои курсы, писать минимум два паста в неделю, третий модуль подготовить, проводить прямые эфиры, записаться к врачу и сделать домашнее здание по своему, по психологии. И также у меня есть, нужно сделать ПЦР-тест для вылета, потому что скоро в Астану вылетаю, и сварить свеклу, сделать винегрет. Вот все дела, то есть я просто взяла и выложила их. Так, Шерин из Поуст говорит. А, что-то не видно, да, кажется? Теперь видно? Так, сейчас давайте я заново попробую сделать, что-то он мне не показывает. А, он отдельный стикер не показывает. Смотрите, он, боже мой. Ладно, я тогда не смогу. В общем, получается, как у меня получилось? Чуть по-другому. Вот у меня вот так получилось, по одной заметке вот так. Я не могу так сейчас вам каждую кнопочку брать, у меня есть 20 заметок. Вы просто напишите их там на стикере или где-нибудь себе на бумаге. Потому что у меня что-то не получается сделать шейр всего, всего экрана. Я это сделала вот прям на десктопе, на рабочем столе. Даже десктоп делаю. Вот теперь показывается? Вот теперь видно. О, спасибо. Вот, получается, я это все вот на этих стикерах расписала. И теперь нужно поделить, ну, вообще я уже поделила заранее, но вообще вам нужно поделить все свои дела, все свои цели, все свои мечты, желания, там, срочные какие-то дела. Прямо вот все расписали. Теперь нужно поделить на две стороны. То, что вы хотите сделать, да, вот сюда, да, и то, что вы должны сделать. Вот прям напишите там хочу и должен или должна. И вот это вот все в моем хочу, а это все в моем должна. есть кто уже поделил и расписал такой список получился классно правда тяжело все в голове держать нужно вот голова это как вот правда представьте что вода голова это бутылка пятилитровой воды да вы попробуйте просто и вылить теперь на этот экран на на бумагу вроде так банально но вот надо сначала вылить а потом понять вообще что из этого вышло теперь посмотрите обратите внимание чего у вас больше у вас больше хочу или вас больше должен вот прям пишите хочу должен у кого чем больше вышло у дина хочу больше вышло у меня тоже хочу кстати больше вышло у сабина больше должен вышло я так понимаю сабин у нас родитель поэтому понятно здесь больше ответственности у оружия он тоже должен вот смотрите хочу это ваше хочу да это ваше желание получается это вот что-то ближе к вашим целям если у вас больше должен это означает должен это означает чужое хочу то есть это вот не тот должен который вот я себе поставил я должна да хотя я вот номер тоже должна заслить за диетой но я правда хочу это делать потому что за этим стоит мое здоровье а вот сделать пациент теста но я честно не хочу тратить 8000 деньги вообще не хочу но это нужно для того чтобы не вылезти в астану там то же самого сварить секунд сделать винегрет не очень например но это надо сделать потому что ну нужно демоглобин повышает и вообще нужно салата дома кушать просто мне мне легче просто сварить секунд секундом съесть ну ладно в общем это вот правда чужое хочу это не мое хочу это я честно признаюсь вот здесь мы разобрались теперь вам нужно определить вашу вот большую цель ваша большая цель ваша большая миссия и вот например моя цель это вот а ну вот сейчас презентации на фоне презентации покажу это примерно вот так выглядит вот вы разделили на хочу и должен вот все мысли свои выложили хочу и должен и потом вы берете отвечаете на вопрос кто я и для чего я живу то есть какая ваша миссия например я жадра и я хочу быть счастливее я хочу прожить счастливую жизнь которая принесет пользу обществу и окружающей среде но это я вот говорю по этому шаблону но моей жизни например я хочу быть прожить счастливую полную жизнь приносящую пользу обществу и моей семье наверное так окружающая среда но как-то я правда это глобально не могу брать но я сортирую мусор все нет так вот здесь вот это делает меня счастливее прямо из этих стикеров теперь то что хочу и должен прям берете что из этого сюда что делает вас ну вот правда вот из вашей миссии не знаю что у вас выйдет вам нужно вот как-то определиться как я проживаю свою полную счастливую жизнь и я беру например счастливую полную жизнь не дает например вот это диета ну сапоги ну да принципе здоровье же мы это вот наверное приносящие вот пользу моим моей семье это тоже моей семье это вот окружающим это окружающим приносит пользу это мне это мне то есть вот так вот сортируете это сюда а курс тоже же окружающим люди поэтому не таким образом получается вот вы сортируете но вот должен в итоге конечно я это вот возьму сюда в семью сделать пациент тест это вот правда то что то такое лишнее вот правда это нужно сделать и например у вас там может быть там я должен купить себе машину да и в итоге выясняется что вы на самом деле не хотите покупать да она ни в какую категорию не относится а это просто навеяна вот чем-то манипуляциями там чем-то примером и вот таким образом вы можете даже посмотреть и понять кто в вашем окружении на вас так сильно влияет и вами манипулирует да вот то есть здесь конечно манипулирует маной государство которое заставляет меня вот этот пациент сдавать ну вот я честно его не хочу я не понимаю в чем смысл это делать когда вот чем смысл делать его так платно когда это можно делать бесплатно прямо там на месте и можно температуру измерять ой далее здесь все понятно да вот по по сортировке а вы извините сабина у кого-то просто дети были так здесь так вот смотрите вот эти сортируется то что вот ни сюда ни сюда ни в третью ни вторую ни в первую не пошел это не моей миссии не мои желания то есть это уходит мусор да вот таким образом фильтрируете это вот процесс планирования да но вы еще не начали планировать так и очень многие просят у меня делать семинар по тайм-менеджменту но я против того чтобы это называлось тайм-менеджмент то есть тайм-менеджмент управление временем это иллюзия временем управлять нельзя это просто ресурс и он течет и далее я вам продажу систему планирования который не позволяет вам делать больше дел а вот освободят место для более важных дел то есть если вы пришли сюда ко мне за тем чтобы стать многозадачным то это не по адресу простите конечно что я это говорю на 47 минуте но я правда вот за то чтобы минимизировать итак есть вот такие инструменты планирования моментум если у вас google chrome моментом шикарная вещь она очень красивая вот мне визуально нравится обычный календарь на телефоне или google календарь канбан таблица гант таблица и трэлла гант диаграмма точнее и трэлла трэлла кстати можно тоже на компьютер скачать как программу или на телефон кому как удобно вот так примерно выглядит моменту его прямо в google chrome скачиваете как расширение она бесплатная мой google chrome примерно вы мой момент выглядит вот так вот почте просто новую вкладку открываю и у меня автоматически грузится моментом так что-то видимо этот интернет слабоватый а вот добрый вечер драда ваш главный фокус там мы тудушки на сегодня да то есть у кого вообще-то мало дел но постоянно сидит google chrome и ему нужно чтобы это все время стоял кстати вот например это вот кажется вроде мало на пердиси вот зайду в дан да вот все что я вот уже делала эти очень удобно и не прям мониторить хорош ну визуально лично нас еще нравится что такие вот каждый день такие выходят всяких людей еще фотографии настоящие то есть эстет им подойдет далее тема я признаешь к моменту вот моментом следующий это google календарь или обычный календарь вот мы сможем друг другу некоторые события делимся чтобы вот нет не путаться там цветами они все и меняются например карьер vision до компании где работу дальнего таким цветом и вот например я им отмечаю что я в эти дни отдыхаю что день никуда не нужно приглашать или там ставить здесь все очень легко и просто это вот наших канбан таблица который мы пользуемся на работе вот даже вот есть имена моих этих коллег вот есть срочные дела которые нам нужно сделать мы их прямо вот правда пишем как нам удобно на русском на казахском английском и лепим на эти стикеры пишем эти стикеры лепим эти стикеры срочные потом то что вот из срочных примерно запланировано там мы пишем там вот это например вот это и вот это и пишем там какой дедлайн у нас убрать у нас уже есть дедлайн и вот он стоит а то что вот из этого пошло в процесс нам вот уже она происходит и кто-то его уже делает да в процессе и из этого то что уже в процессе мы уходим в дан да то есть уже сделано очень удобно лично мне на удобно даже на рабочем столе когда я эти свои эти ноутс выставляю а потом я их просто переставляю мне даже зрительно удобно или вот если вам не хочется бумаги тратить ремакуатуру вам жалко вы можете скачать трелла и здесь есть даже канбан темплей то есть шаблон канбан который вы можете я вот под себя подстроила там много лишних было backlog это вот то что в общем весь все что вам нужно сделать и например что из этого я хочу на мир сегодня сделать я хочу например ну расписать свою диету я хочу пост написать и например домашку это хочу сделать сегодня на перья начала уже вот это делать в процессе до doing и когда я вот это сюда переставлю я наберу это сюда поставлю то есть это уже там знаете очень то же самое как стикер но вот прямо такой на компьютере удобно вот такое вот приложение у меня есть несколько несколько даблиц так вот на и борц да искали движена до рабочие есть вот мой чисто личный это вот мы наш с мужем до какие-то там дела это вот мои личные дела то есть и вот канбан например вот которые сегодняшний вам показала очень вот там еще бесконечно это все сохраняется не нужно там покупать память это все вот там можно сохранять меня не удаляется вот то есть вот либо вот так на ватмане на стене до либо скачать программу далее следующий инструмент это гант таблица если вы прям такой перфекционист и вам нужно знать как что какие сроки надо сделать она очень удобно и вот в этом плане то есть она расписать какие виды из деятельности когда каждый здесь начинается а кстати она подходит очень хорошо студентам и школьникам потому что нужно точно знаешь там когда экзамен по кому-то предмету или когда учет и заканчивается то есть вы точно знаете что например на изучение математики у вас выделено там три недели или там четыре недели именно там темы тригонометрии или если например вы какой-нибудь спец предмет берете то этот спец предмет когда кончится семестр вы знаете что у вас вот ровно семестр есть на изучение то есть вот гант диаграмма она больше подходит для студента но например я так как я психолог и я работа не работа такая более творческая мне она не подходит да вот она и и можете вот прям google excel открыть там есть такие шаблоны есть гант чарт называется и под шаблон можете под себя посреди бы просто обычный excel на своем компьютере так вот трела вот которую вот рабочий на стрелы покажу просто примерно вот вот так он выглядит ничего сложного то есть расписываете внутри видите вот зеленые такие то есть это значит то что вот задачи все выполнены они видите и визуальных сразу будет действия просрочена до 4 сентября на базе она посрочилась здесь надо было что у марта зря тоже просрочилась то есть вот сразу видно что вовремя надо было сделать ответственные люди да вот написано тоже так ну в целом то есть вот закончили эффективно управлять своими ресурсами да то есть если вы не успеваете управлять планировать своими делами и ресурсами означает просто вы устали значит нужно спросить себя понять проанализировать где вы не туда силы свои тратить до принципа это вспоминаем будьте гибкими организованными и преданными преданными никому-то вот именно своей цели обращайте внимание на детали заканчивается дело вовремя в бюджет да то есть сегодня бюджет выделяете какой-то и исследуйте разрабатывайте новые процессы на то есть не застревайте на только на этих инструментах которыми я сегодня с вами поделилась возможно есть что-то другое новое более не вам подходящие да которые например я сюда не смогу не включил я включил только то что вот примерно мне удобно кроме ган правда таблицы остальные все я использую все в целом то есть пять минут осталось так и шерен закрываю так большой вопрос интересно жадра здесь вопрос есть от сабины вот она задает вопрос как вы поняли что хотите работать сфере психологии знаете я к этому вопросу последний раз обратилась год назад я правда собиралась или бросить эту психологию потому что там ну выяснилось что психология пришла не осознанно а вот как-то вот вы живут по какому-то импульсу внутреннему просто вот телом шла к этому да и все но поняла я это вот так когда я еще училась школе то есть я там была очень меня на себя брала себе такую ответственность именно вот выслушивание я вот даже стремилась стать президентом школы в один сумка стала президентом школы вот не было интересно как вот правда президент что делать он уже правитель он же выслушивает жалобы своих этих как бы подданных да но я не была там они не были подданными они были моими согласниками со школьниками и они говорили о своих проблемах и мне нравилось вот правда решать эти проблемы на местном уровне потом я поступила на биотехнологию но она мне не понравилась я ее бросила и поняла что мне хочется больше работать с людьми чем с техникой и тем более тогда перспектив особенно без ноги не было нужно было только делать йогурт и и хлеб и по этому складе йогурт и хлеб не хочу делать я хочу работать с людьми и что я могу делать с людьми но меня нравится правда им помогать больше вот морально вот таким образом то есть вот через как бы через бакалавр на бакалавре я была в школе психологом на магистратуре я была вот кризисных центрах психологом и вот я понимала принципе что мне это прям подходит нравится то есть это не было так что я сразу бац там и поняла да до последнего до прошлого года мне все время возникал вопрос а кто я психологии что времени больше нравится то есть это не так что вот за один день не решила да это вот на 9 лет ушло ну то чтобы понять что правда им не психология подходит где я училась я училась в ему на бакалавре и к КАЗГУ на магистратуре. Мой инстаграм, он же вот в посте, который выложили организаторы, там есть мой инстаграм. Вот я еще раз сюда турнир пшу. Да, не за что. А вопросы касательно управления, самоуправления, планирования есть? Что-то понятное, непонятное? Дорогие участники, у вас есть вопросы? Мне самой было очень интересно, особенно про принцип Парета, который вы рассказывали. Также вот о планировании, как вырабатывать эти привычки, все о достижениях, цели. Вроде бы как бы все знаешь, а когда вот вы рассказывали, на самом деле думаешь, что будто бы вроде бы знаем, да, вот обычно мы все это читали, все это слушаем каждый день, но вот это надо вот применять в своей жизни, чтобы чего-то достигнуть. Да, да, это верно. Здесь только практика нужна. То есть я говорю, я очень очевидные вещи говорила, но когда они проходят через вот фильтр, через практику, оно вот правда очень, кто-то еще хочет добавить, оно приносит плоды, потому что у всех все индивидуально, то есть для меня, например, вот это подходит, а вам это может не подойти. Поэтому вот смотрите, как вам хочется, как вам удобно. Хорошо. Так, здесь что-то добавляется. Хорошо, аудитория, есть у вас вопросы? Как отличить усталость от леней, когда не делаешь то, что должен? Вообще не бывает леней, Сабина, я вам честно скажу. Вот сколько у меня уже? 9 лет практики психолога и 2 года из них частной практики. Не видела ни одного ленивого клиента. Все уставшие, все потому что набирают на себя ответственность за других, лишние дела, не за себя, вот правда, гиперответственные или гиперперфекционисты, вот все-все гипер. Из-за этого не хватает тупо времени на себя. Это вот неумение ставить приоритеты. Кстати, неумение ставить приоритеты, это не означает, что приоритетов должно быть много. Само слово priority означает one, number one, то есть first, то есть один только. И поэтому я и говорила, одна должна быть миссия, одна должна быть... Не может быть несколько приоритетов. Вот что ваш приоритет? Ваше здоровье приоритет или ваша семья приоритет? Или здоровая семья ваш приоритет? Да, вот как-то вот если обобщается. И вот к этой вот цели, к этому вот приоритету идти. И здесь вот правда, как у меня может быть лень, когда дело касается моего здоровья? Это уже не лень. Это вот я правда не умею приоритеты вставлять, правильно? Да, принцип Toyota вообще работает шикарно, правда. ищите вот причину своей усталости, например, и понимаете потом, в чем проблема. Спасибо. Я вот не знаю, новых участников нужно ли добавлять? Нет, не надо. Очень активный участник, согласен, Абина, сегодня. Спасибо вам большое. Было очень интересно сегодня, прямо мы практически работали, мне теперь вот это все нужно разделить, и все, я столько написала, теперь вот все распределить надо. Если хотите, мне не жалко, я могу презентацию туда прям выслать в чат. Ну, чтобы этот, как бы, особенно вот, не знаю, мне прям не жалко для активных участников. Если хотите, нужно, ребят? Да, давайте. Давайте пишут, ага. Хорошо, я тогда отправлю. Потому что презентация, она такая, знаете, там нет ноу-хау. Еще же от анатора зависит. Вы как спикер, очень такой опытный спикер, который может донести всю информацию. Угу. Ну, блин, два года опыта. Я это планирование, говорю, у меня уже вот на автомате все выходит, потому что два года ее преподаю. А сколько стоит моя консультация? Она стоит 12 тысяч тенге час. Вот, что означает быть востребованным психологом. Ниже 12 тысяч я уже не ставлю, потому что у меня правда уже забита. То есть, когда вы ставите высокую цену за свои услуги, у вас сразу это как сито отсеивается, те люди, которые еще думают, сомневаются, подходит ли им это, не подходит. А ко мне приходят те, кто уже точно знает, что им это надо. Вот таким образом, то есть видите, вот уже такая фильтрация происходит. А там уже приходит, например, студент говорит, 12 тысяч ему много и говорит, что он хочет долгосрочно. Там уже без проблем можно рассмотреть скидки. Но главное, на первую консультацию всегда 12 тысяч. Вот это как вот к врачам. Предварительная же всегда дороже, чем повторная. Хорошо, спасибо. Вот от Динары говорит, спасибо большое за эфир, все на одном дыхании. Действительно, Жадра, все было очень замечательно, все было интересно. Мы даже не заметили, как этот час прошел. К сожалению, нам нужно завершать уже, дорогие наши гости. Спасибо всем, что уделили ваше время, что сегодня присоединились к нашему эфиру на наше мероприятие. Как раз именно для молодых людей, но и для нашего возраста. Все очень познавательно. Вот я здесь написала в чате вот и Жадра написала, и я написала в соцсети, то есть Инстаграм и Фейсбук нашу страницу. Пожалуйста, следите за нашими новостями в соцсетях. У нас каждую неделю тематическое, каждый раз, на каждом мероприятии вы можете найти для себя что-то новое. Мы рады видеть вас снова и снова. всем спасибо большое. До свидания. Мне кажется, это классная возможность вот так вот людям бесплатно поучаствовать в чем-то и получить для себя пользу. Да, Динара, сепарация работаем. Ну, я работаю. Все, люди прям не перестают вопрос задавать. Ладно, я тогда выхожу. Мне правда пора. Всем спасибо, да. До свидания. Спасибо всем за участие. До свидания. До свидания.